На несуществующие саженцы Саксаула потратили бюджетные средства в Туркестанской области. В прокуратуре выявили факты неэффективного освоения более 1 миллиарда тенге при посадке лесных насаждений. На пастбочно-защитных и мелиоративно-кормовых угодьях зелёного пояса, то есть Саксауловых, не проводились работы по рычу колодцев, поливу, установке трансформаторов, удобрению. Поэтому считаем необоснованным факт неэффективного использования 1,2 миллиарда тенге. Прокуратура Туркестанской области сообщила о проверке деятельности госучреждения Жасыл Аймак, которому было выделено 103 гектара из земель лесного фонда для создания зелёного пояса. Как рассказали, в дирекции учреждения территория была переведена в категорию государственного лесного фонда. По плану, посадка саженцев Саксаула была закреплена за подрядчиками. Однако перекачка земли, агротехнические работы и посадка саженцев Саксаула на этот участок не проводились вообще. Сейчас в питомниках Туркестанской области высаживают 6 миллионов саженцев. В виде неучреждения Жасыл Аймак Туркестанского областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования находятся два питомника. Насаждение зелёного пояса Жасыл Аймак расположено в ряде районов области. Общая площадь составляет 28 335 гектаров. В настоящее время на площади 17 019 гектаров высажены различные деревья, разделённые на 6 зон. В учреждении обеспечена постоянная работа 591 человек, 76 единиц спецтехники. Лесные массивы зелёного пояса создаются с учётом экологического состояния территории города Туркестана. Плодородие земли делится на 4 группы, в зависимости от которых прибивают породы деревьев. Например, почва четвёртой группы непригодна для лесоразведения. Там солёность на 3% и грунтовые воды на 8 метров выше. Однако в результате исследований было признано возможным выращивать на этих местах 3 вида деревьев. Также на эти территории требуется не менее 8-10 лет для созревания привитых деревьев-кустарников. Президент Казахстана Касым Жмартукаев выступает против коррупции. Глава государства предложил внедрить принцип «коррупция – болезнь, борьба с ней – наш долг». Необходимо мобилизовать все общество на борьбу с коррупцией. Внедрением в массовое сознание принципа «коррупция – болезнь, борьба с ней – наш долг» должны совместно заниматься все государственные органы. В садах, которые раскинулись на 140 гектарах, выращивают 28 различных древесно-кустарниковых саженцев. На семеноводческих фермах больше 5 миллионов 700 тысяч.